Катерина, ваш выход. Да? Я думаю, это судак, да? Да, да, конечно, судак. И хороший, и все как надо. Давай, забирай. Оп. Офигеть, слушай. Сейчас мы расскажем подписчикам, как происходит эта сессия. Смотрите. Саня, выдвини руки ваши вот так, пожалуйста. О, о, смотрите. А теперь я так вот телефоном беру, и получается огромный судак. И давно не было рубрики «Обзор-ревизор». Вы меня просили. Администрация не в курсе, что я буду делать ревизор. О, это щука. Что? Щука такая у нас неплохая. То есть уже четвертая рыба. Опа, какая подача шикарная. Сняла? Да, блин, просто бомба ядерная. Где можно еще половить таких судаков зимой, с берега? Кораблик. Вот такой корабель для закорма фантом достанется одному из моих подписчиков. Всем привет. Всем привет. Значит, я хочу вам сказать такую вещь, ребята. Вы на канале Катя Рыбалка, но это понятно. Сейчас я вот открываю YouTube, смотрю, вот, пишу, рыбалка. И везде видео со льдом. То есть в трендах лед. И вот как бы я не хотела сейчас быть в трендах, в рекомендациях, но не получается. Но нету льда в Киеве, нету. Посмотрите, какая погода, просто на улице, просто весна. Но, при всем при этом, что же нам теперь делать? Нам теперь видео не снимать. Ну, как бы тоже не вариант. Мы же на рыбалку хотим. Поэтому мы приперлись сегодня порывачить в компании друзей. Вы давно просили, спрашивали, где Лиза. Вот Лиза, вот она. Она сегодня, наверное, готовить не будет. Да нет, ты что ли? Закрылась сезон уже, хватит. Уличных готовок. Но, кстати, Лиза готовит дома, продолжает снимать видео. И у нее сейчас на канале конкурс. Конкурс на офигительный набор. Я участвую. Катя участвует. Вообще много кто участвует, поэтому переходите. Катя сейчас ставит подсказку. Набор кострюль там у тебя из нержавейки. Из нержавейки стали, да. Они не нагреваются, короче. Подходят для разных плит. В общем, видите, шара, это вот очень хорошо. А желание организовывать конкурс, это, походу, у нас семейное. И приехала я на водоем 30 километров от Киева. Называется Михайлына. И давно не было рубрики Обзор, Ревизор. Вы меня просили. Администрация не в курсе, что я буду делать Ревизор. Ну и не страшно. Поэтому я думаю, что начнем, как обычно, с рыбалки. А потом я вам покажу, что вообще тут есть на этом водоеме. Вот так, видите, разделено. Вот здесь ловится форелька, а здесь ловится щука. Но я приехала за судаками, потому что я знаю, что тут есть судак. Ту-ту-ту-ту-ту. Здравствуйте. 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 Ой, можно с вами рядом рыбку половить? Ну, не хотелось бы, ну ладно. Не хотелось бы, так вот еще и познакомиться, или нет? Я еще не успела собраться, а Саша успел поймать окуня, да? Ой, хорошего окуня. Моим пацанчиком воспользовался. Это бас. Слушай, красивенько. Это бас. В ротик. А ну что ты ловишь? Я ловлю на кейпексе сейчас. Угу. На изи. На изи. Администрация. Администрация. Это батя. Это батя. Слушай, какой хороший, а? Какой хороший. Какой хороший, волосатый. Офигеть. Какой хороший, волосатый. Друзья, первая рыбулька на сегодня. Вова снимает видео на канал к себе. Вот видите, обещал, что-то что-то обещал и сделал, правильно? И вы, соответственно, можете теперь заходить и смотреть. Да, вот как ловятся вот такие полосатые. Там интересные поклевки еще были. Я думал, что это по спинам идет судачку. Но, по всей видимости, это окунек. И что с ним делать и почему он не брал до этого, я тоже уже плюс-минус догадался. Сейчас будем исправлять са. Исправлять ся. Отлично. Может, как раз пока я соберу себе снасть. А окунь у меня сфоткать красиво? Конечно. Не держите окуня вот таким образом на весу. Потому что вы ломаете ему нижнюю челюсть. И он потом, в общем, плохо себя чувствует и плохо спит по ночам. Потому что просто очень модные фотки в интернете. Я сама так делала и не зная того. Это пошло все от басовой темы. Но, заметьте, друзья, басы берут всегда за рот и навесом. Владимир, мне это с одной стороны нравится, а с другой стороны не очень. Я до сих пор не собрала снасть. До сих пор. Это судак? Да, это судак, но за анальный плавник. Очком гуся. Саша подсказывает, что это поклевка очком гуся. Это то, что я говорил в одних из видео, что на Фишн Дракс, а рыба клюет даже. Хорошо, что там удивляется. Она, видишь, за задницу. Дай, пожалуйста, вот это вот. Слушай, ну большой. Вова, ну большой. Получается, знаешь, это лучшая реклама твоих приманок. Безусловно. Рыба даже жопой их на них клюет, да? Даже когда жопа, рыба берет на них. О, класс. Ну, хорошие, хорошие. Все-таки приятные. Лиза пришла проверить. Я пришла заценить, да. Зачем? Заценить. Заценить судака? Да. Вот первый судачок на сегодня. Было несколько поклевок, а этот взял за немножко задницу. Но как бы на скорость это не сильно влияет, потому что на соревнованиях даже за задницу, за счет рыбка идет. Будем отпускать этого красавца. А такая рыбка принесла бы много очков, так понимаю? Ну, да. Да. Я его не хотела, но потом не ехать. А, ну да. И вот это много. Раздыхляйся, дружище. Можно воздух оглотнул? Ну, может быть. Кстати, ребята, бывает такое, что судак не может уплыть. Вовы в своем одном видео рассказывал. Как проводить процедуру физинг под названием? Физинг, да. То есть бывает, ну объясни немножко вкратце. А, когда судака достаете с большой глубины, у него получается, ну, кислорода много внутри. И он не может его резко куда-то сбросить. И получается он сильно раздувается, там глаза вылазят и желудок изо рта. В общем, берете иголочку, пробиваете его осторожно, резко выходит воздух, и судак нормализует свое кровяное давление. А я оставлю вам сейчас подсказку на это видео. Оно там коротенькое, пару минут, но очень полезное, чтобы рыбка жила. Если вы ее уж собрались отпускать, чтобы она выжила, правильно? Да. Катерина, ваш выход. Я, честно, вот это какое? Второй или третий заброшь? Мы с тобой милости испытывали? Не спеши, не спеши, не спеши. Не насилуй. Это ж... Да? Я думаю, это судак, да? Да, да, конечно, судак. И хороший, и все как надо. Давай, забирай. Оп, хороший. Слушай, и в шахточку, смотри. В шахточку, все как надо, с почином. Спасибо. Это по-любому фотография. Ведь это первый... Ваши эмоции, будьте любезны. Я, честно, вообще не ожидала, потому что я второй или третий раз закинула, и... Ну, он сразу клюнул. Слушай, а с третьего раза что, нельзя поймать или что? Мы даже доказали, что можно с первого. Мы даже с первого доказали, можно поймать. Вот эта приманочка, вист, вот она. Вист, рипер, одна из моих любимых. Сразу же говорю, это реклама, но полезная реклама. И услышала я звук фрикциона от Владимира. Я так понял, что щуку мы отпускаем туда. А я сейчас заберу так. Потому что подсаки окунь. Да, подсаки окунь. Друзья, щука такая у нас неплохая. Причем тут она же как бы не довольна в этом? Не довольна, по идее. Не должна, но, как показывает практика, Ты взял ее вот так вот? Да, и вот сразу же она открыла рот. Потому что взяла сразу за кнопочки. Как говорится, мы ловили судака, а поймали щуку. Отпускаем ее в щучий водоем. Но самое главное, что приманки работают, все клюет. И мы разобрались, что рыбе сегодня, ух ты как. Рыбе сегодня нужен объем. Ей нужна объемная приманка, но вести ее нужно очень и очень деликатно. Потому что, невзирая на зиму, рыба хочет кушать, но не хочет сильно гоняться. Так, Саня, что там? Саня окунятник? Саня, ух, подверг, подверг. Это судак. Это судак. Это судак. Это кугак. Или судак, или судак. Это судак, или это хороший судак. Хороший судак. А ты на что ловишь сейчас? А я на Вистовскую резину. Это тоже на Вистовскую резину. Да, это Рипер. Сейчас покажу вам. Слушай, я же такой же, ловлю просто этот, на такой же, только другого цвета. Вот. Это Рипер. В таком вот цвете на 3 граммах. Вот, красавчик. Слушай, аналогично такой Рипер на 3 граммах, на цвете говнофиолет. Это хорошо. Я взяла его в удочку, и взяла еще на Тешендрассе. Она тоже на Мину. Ну, короче. Что я их называю? Мину, шеда я все время путаю. Гангстамину. Гангстамину. Вот такой вот красавчик. Нет, начинайте с вами, ну здорово. Это, по-моему, самое большое до сегодня. Охерее слышит. Класс. Как в судаке. Подглядывание за подглядывающими. Так, Овчек, а ну отойди чуть-чуть назад. Сейчас мы расскажем подписчикам, как происходит эта сессия смотрите саня выдвинь руки вот так пожалуйста о а себя о смотрите а теперь такой телефоном беру и получается огромный сюда и не удивлюсь если меня за спиной вот но так он и получился очень огромный отпускаю и хай живу все блогеры вот так вот как вы думаете реклама помогает заработать денежки денежки нужно чтобы поехать снять видео это скажем так и купить шапочку sims это рыночные отношения ребят я вам хочу такой момент сказать ну вот смотрю как бы вокруг много людей и они смотрят на нас и думают как же это им так удается они рыбу ловят и видео снимают и фотки они делают и в инстаграмчик они тоже stories и в это все время снимают ну вот такая вот работа кому-то кажется что быть блогером это легко приехать на рыбалочку что там стоит тут видосик снять не напрягаться ничего но все не так мы по-любому кайфуем от своей работы но конечно от обычной рыбалки это много чем отличается поэтому следующий раз когда вы будете обвинять то что мы делаем какую-то рекламу не делайте этого вот собственно владимир включила сань увидите у меня теперь есть техника кнопочка этот удак вот так вот это судак за щекан наверно промахнулся или нет или да да судак атакует не с резкой поклевки не прямо вот так вот хачаме как мы все привыкли 2 оборота паузы 2 оборота паузы супер перегруз на двух метрах там 15 грамм вольфрам и вот это ему побалдеет стандартная судаковая проводка но на самом деле иногда он атакует еле-еле вот просто всасывая приманку на то что происходит сейчас нужно облегчать вес груза и вести приманку максимально равномерно и поклевки даже на супер мягачувствительных палках вы не особо почувствуете потому что она происходит очень и очень нежно вот смотрите что я делала я значит закинула удочку и вот такое вот что-то делала ну вот как бы двойной подрыв быстро о кстати кстати получилось получилось а получилось представляете это же окунь это же окунь и хороший такой окунь как так как так то как так то вышло потому что нет никаких догм ну потому что это окунь и все-таки окунь соблазнился на такую вот но в чем суть сейчас мы этого окуня отпустим и вам таки расскажем кстати не смотрите несмотря на то что приманка я считаю что для окуня не маленькая это все тот же вист риппер то что я не договорила потому что клюнула этот прекрасный окунь смотрите значит что я делала тоже не очень правильно но я вот сюда такой вот двойной такой подрыв тройной подрыв очень быстрый я так научилась ловить судака и по-другому я его и не пыталась ловить но но не всегда вот это хорошо тоже снова потому что вова более красиво правильно вот когда рыба такая пассивная и судак в том числе нужно более то есть мягкая у вас как проводочка тоже это может быть двойной подрыв иногда один подрыв но как только я начала ловить мягче у меня сразу же была поклевка и потом через несколько забросов пищу ну поклёвка с рыбой через несколько забросов еще поклёвка с рыбой и потом еще рыба и сейчас только что окунь то есть уже четвертая рыба какая подача шикарная сняла а ну-ка как вы видите как получается классно сразу же с примером сразу же с примером вот вам подача шикарная не бросит и бросит конечно подачи опа вот это уже тут что надо это уже тот размер там блин просто бомба ядерная где можно еще половить таких судаков зимой с берега недалеко от отридной и хапы серьезный у него злой взгляд? конечно он злой он хотел пожрать, а его тут надели нет тут все таки все таки все таки нет все таки я его поймал а человек думает что дверь я такого еще не видела прикиньте вот так вот вот такая ситуация которая называется просранная поклёвочка и тут я решила воспользоваться советом Владимира тем более что он мне вежливо все вот тут вот сам слово насаживает оно как и есть но звучит так наживляет в общем да попробую половить сейчас на Ганста Мину 4 дюйма довольно объемная приманка но она очень хорошо себя сегодня показала вам последние все судаки на нее вот тебе готовый монтаж на 4 граммах свинец у меня 3 вольфрам у тебя 4 свинец у тебя просто шнур чуть-чуть толще где фокус то о чем мы вам в прошлом видео рассказывали видите как тетенько вот в этом double hook hollow системе лазят крючки как красиво прям может что идеально так так насаживаем Опа Саша что там такое Александр поймал щучку тетка щучку конечно щучку подпратить надо сидел вчера паял целый вечер джигаловки опа шахту шахту так ребята я не успела даже раздуплиться как говорится с первого заброса ого какой пассажир на дяде Вовину приманку покажи Саня что взял ее в ротик в ротик взял ее то есть это не клюнул не багранула а реальная поклевка и самое что интересное опять же ну блин сейчас подумают что я сильно хвалю тебя Вова но факт в том что очень нежно взял и короче потому что приманка это совершенно объемная и небольшой вес ну короче как хорошо когда есть люди которые могут рядом объяснить интересно интересно на добром слове первый раз забросила вот только что сразу же такой приятный ай ты 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 я помню да 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 я верю это вот шестой с рядом поддержка именно поэтому сделай так ну давай дружище что не почти смотрите злится но не сильно ох какой красавчик да это 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 что то неплохое сопротивляется очень так и видишь как и видишь на какую приманку и видишь как в рот хорошо вот 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 и тут дядя Володя пришел на помощь опа это вам подальше посмотрите еле 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 я уже вовсе подзабыла что мы тут на самом деле еще ревизор делаем О Вова тянет рыбу кстати хорошую да сюда или окн сюда за какую либо часть мы эту рыбку красивую выпустим их обязательно поймаем еще конечно же пожаловаться на с такой рыбалкой с таким клевым с такой с такими рыбами такого размера пожаловаться на рыбалку мне пожалуй тут не на что я очень довольна пока железа саша как раз между прочим хочу показать на что саша поймал а столько дотянет это у нас ребята ганста мину в моем любимом цвете который ловит вот такую щучку для меня же приятнее вот этих воплей что на мои приманки что-то ловится наверное нет ничего на белом свете потому что труды проходят не зря и если кому-то мои приманки нравятся значит я уже что-то делаю в этой жизни и мне нравится что люди подходят а где купить можно гореть и приманки могут спрашивать когда тебе дают с утра 200 гривен клёв вовны прямо находится порядка 30 километров от киева кому конечно с какой точки ехать мне этот 30 километров от дома по житомирской трассе значит стоимость рыбалки есть у вас два варианта вы можете приехать на целый цветовой день можете приехать на полдня вот допустим кому удобно там перед работой или после цветовой день стоит 600 гривен который ходит три килограмма если это щука 2 килограмма форель либо судак и вы можете ловить где вы хотите ну что угодно то есть единый тариф для всей рыбы можно приехать полдня себе форель полдня половить щуку там ну как угодно либо же полдня стоит 350 гривен до 12 либо после 12 вы приезжаете вы платите уже не 600 а 350 гривен и сюда входит один килограмм форели один килограмм судака либо полтора килограмма щуки есть возможность бип рыбалки там отдельно еще озеро кому будет интересно знаете администрации если вы хотите ловить один территории водоема есть беседки вот это допустим маленькая беседка но вот там вот две большие беседки в них есть кондиционеры там допустимость на лето стоимость аренды 1000 гривен за день и вот там вот стоит дом я сейчас думаю ну не актуально его показывать потому что сейчас холодно это будет оставаться цена две с половиной тысячи гривен сутки на 5 человек рассчитан дом со всеми условиями рыбалка проходит здесь видите можно быть самому есть беседочка колька какая тут рыба клюет а ну иди сюда колька вот когда приедете выйдите на администрацию колю рыжего бородатого передайте ему от меня привет по акции по сезону что в зимнее время тут а форель у нас клюет влитом карп карась линок ну вот так кто хочет быть один да да тут наверное сейчас закрыто но через стекло видно а ну снимай смотри тут кожаные диваны столик кондиционер в принципе как и сказали и получается питаясь кондиционер с ним думаю вам видно смотри она отойди смотри вот как видно домик сразу же он выходит вот так вот на озеро то есть получается вы себе тут удочки разложили мангальчик мийца вкусанули и такой как бы пол на самом деле ну мне водоем понравился я тут третий или четвертый раз и вот сегодня мне именно понравилось до этого я как-то не вкусила может не знаю а сейчас зашло 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 кораблик я уже чуть ли не забыла за этот кораблик сейчас хочу поиграться если честно я уже говорила что скоро моему каналу исполнится один год 24 января и я собрала классные призы и супер призом будет кораблик фантом карповый кораблик или карповый карповый катер как там еще их называют катер для закорма ну короче честно это классная штука как для карпятника но для меня это охеренная игрушка я просто реально очень сильно хочу его запустить и я вчера его зарядила и пультиком ну вы поняли корабль здесь сейчас мы вам его покажем но я думаю что я сниму все таки небольшой обзорчик отдельно в этом видео уже много информации но для затравочки я вам покажу что еще я наколедовала подарков а это мы есть на осени тут ничего не беру рюкзак dragon еще один рюкзак dragon нет таки там есть с Настей сейчас а вот фидерок фидерочек трабука леска трабука и фидерная катушка тоже трабука всего призов будет где-то 15 и все будут вот такие вот крутые но об этом уже получается в следующем видео которое выйдет 24 января по-моему мы этот корабль сделали только взрослые просто игрались не знаю но я сейчас чувствую такое как в детстве когда папа мне купил первую машину на радиоуправлении я хотела вертолет и потом хотела чтобы у меня был кораблик но у меня вообще сейчас появилась такая дебильная абсолютно идея но мне кажется это будет очень забавно научить лу кататься там как раз такой отсек у нее как раз жопку то поместится там где прикормка и представляешь такой лу такая я ее на катере буду катать как вам идея напишите в комментариях вот такой корабль для закорма фантом достанется одному из моих подписчиков вместе с культом управления сумкой но обзорчик на этот корабль я выпущу отдельно в маленьком коротком в следующем видео а пока хочу сказать что спасибо что вы со мной спасибо что смотрите Ревизор однозначно рекомендует водоем Михайлына и пока пока не забывайте быть подписаны на меня и поставить лайк этому видео